Здравствуйте! Вы со мной на вашем любимом канале, где прямо сейчас я вам расскажу очень много интереснейшей информации из жизни и из сети. Мы разобрались, с чем вызвано появление умершего и подготовили для тебя рекомендации, как поступить в подобный случай. Наши бабушки всегда знали, что покойник снится как предупреждение об опасности. Это послание с того света о грядущих изменениях в твоей жизни. Во сне очень тяжело себя контролировать, но нужно пытаться внимательно слушать и запоминать все, что тебе говорят. Очень часто услышанные сбываются, не следует идти за умершим, это вестник болезни, неудачи или скорой смерти. Одни считают, что в этом нет ничего хорошего, другие наоборот предвещают позитивные перемены. Слушай расшифровки сновидений, которые встречаются в Сониках. Итак, Соник 21 века. В жизни наступит новый период. Увидеть плачущего покойника в крупной ссоре. Восточный. Возникнут проблемы со здоровьем. Императорские. События прошлого не дают покоя. Соник, Дмитрия и Надежда зимы. Сновидение сулит долгую жизнь, но в близком окружении есть лицемеры и предатели. Идиоматический. Тяжелый этап. Закончен. Настройся на спокойную и размеренную жизнь. Итальянский. К спорам с другом будешь рьяном, отстаивая свою точку зрения. Соник Мартына Задеки. Грядут разочарования и потери. Если умершая мама в сновидении помогает по хозяйству, то семейная жизнь находится под угрозой. Малый Велесов. Соник. Ты испытываешь чувство вины по отношению к усопшему, который пришел во сне. Соник Джоу Гуна. Получишь новости, которые несказанно обрадуют. Современный. К перемене погоны. Соник Филомена. Целовать покойника во сне к долгой и счастливой жизни. Соник Ванги. Если приснился отец, значит ты не сдержишь обещания или погрязнешь долга. Если снится умершая жена или муж, значит при жизни ты не выполнил обещанного им. Подумай, что это может быть и попробуй все исправить. Если задумываешься, к чему снится умершая бабушка, дедушка или любой близкий тебе человек, в большинстве случаев это сновидение говорит об упущенных ранее возможностях. Всегда помни, что прошлого не вернуть. Не стоит корить себя за былые ошибки. Ночные видения указывают на то, что ты стал уделять меньше внимания живым людям. Эзотерики и биоэнергетики говорят, что после смерти отношения с близким человеком не заканчиваются. Всегда остается духовная связь, которая позволяет ощутить до боли знакомые черты. Мертвые приходят просить помощи, ведь первое время душа страдает без физического тела. Если во сне умерший просит тебя накормить его, обнять, поцеловать или согреть, не пугайся и не отказывай ему в этом. Только так душа сможет обрести долгожданный покой. Оцени свое эмоциональное состояние после пробуждения. Если тебе спокойно после общения в царстве морфея, значит усопшему хорошо в загробном мире. Но если просыпаешься в холодном поту или длительное время тебя преследует страх, значит душа мертва страдает. Не нужно искать помощи на стороне. У ведунов, знахарей, экстрасенсов рискуешь потратить не только время, но и деньги. В большинстве случаев умерший появляется в снах, потому что ты его помнишь. Он был значимым человеком в твоей жизни и ты не пережил утрату полностью. Никто не сможет опровернуть существование загробного мира. Как и никто не может доказать обратное. Наши тела не вечны. Зачем обрекать душу на страдания? Если ты ощущаешь тревогу после встречи с усопшим во сне, попробуй помолиться за него, если в твоей религии такие молитвы существуют. Святые отцы советуют не обращать на сны внимания. Если тревожные сны не прекращаются, зажигай по вечерам церковную свечу и попроси священника осветить твое жилище. Если нет возможности позвать церковного служителя, сделай это самостоятельно. Сперва перекрестись три раза, почитай отче наш и попроси помощи у Господа. С зажженной свечой обойди все углы и помещения, а потом окропи их святой водой. Заканчивая бря словами, Господи, да будет воля твоя, не как я хочу, но как ты. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт, странички в инстаграм и фейсбуке есть в описании. Всем пока, услышимся. Продолжение следует...